К 2020 году развитие технологий сократит количество рабочих мест в мире на 5 миллионов вакансий. Такие данные содержатся в докладе Всемирного экономического форума The Future of Jobs, который анализирует экономики развитых стран и стран-участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Совета по сотрудничеству стран Персидского залива. О том, чего нам ждать в ближайшем будущем и стоит ли переживать за наши с вами рабочие места, мы поговорим с Еленой Гебель, доцентом факультета информационных систем и компьютерных технологий Омского государственного технического университета. Елена Сергеевна, вот ваш профиль автоматизация, робототехника, какие сферы роботизируются быстрее всего? То есть кому уже сейчас следует начинать потихоньку искать работу? Можно говорить о профессиях рабочих специальностей, это однозначно, поскольку промышленные роботы в промышленности в настоящий момент за рубежом применяются повсеместно. И механообработка, покраска, сварка и так далее, это такие профессии, как медработник. Почта, это военные специальности. Послушайте, вот с почтой понятно, да, там можно автоматизировать процессы, но как быть с медсестрой? Нужно, в какой-то момент нужно будет принять экстренное решение какое-то, которое машина, возможно, примет неправильно или не сможет принять вообще. А что делать человеку с зависшим терминалом, когда он находится в каком-то состоянии? Для этого есть система управления, которая оповещает о возникновении экстренной ситуации. Человек не исключается из системы полностью, но минимизируется его участие в этом процессе до какого-то определенного значения. То есть в таких случаях человек не останется наедине с машиной, у него все равно будет возможность каким-то образом перейти все равно на живого человека, который уже сможет войти в положение. А что касается операторов колл-центров, ну, продолжайте. Операторы колл-центров будут заменены роботами по той простой причине, что это связано с тем, что мы можем автоматизировать этот процесс. Есть определенные алгоритмы работы. Это и экономисты, которые анализируют статистику и принимают управляющие решения уже на основе базы знаний. Это тоже можно автоматизировать. Машина делает это быстрее, делает это эффективнее, делает это более правильно, потому что человек, он все-таки ограниченные возможности у него по сравнению с машинами, по сравнению с той мощностью, с той скоростью, которую может дать вычислительные средства. Я понял. А вы говорили про экономистов, про какие-то управленческие решения. Вот есть ли исследования, которые подтверждают, что в долгосрочной или в краткосрочной перспективе машина, компьютерная программа, она эффективнее, чем человек? Таких исследований в настоящий момент очень много. Созданием искусственного интеллекта занимаются ученые во всем мире. В связи с огромным объемом информации, которую человечество уже накопило, и необходимостью ее разработки, в связи с расширением и глобализацией бизнеса, доверять такие ответственные решения человеку становится все более сложно. Продолжим про искусственный интеллект. Вот сейчас Сбербанк вкладывает 150 миллионов рублей в разработку искусственного интеллекта для обработки запросов пользователей. Вот спрос большой, а как и сейчас развивается производство, разработка таких алгоритмов? Вот вы говорили, что искусственным интеллектом занимается во всем мире. Но как сейчас движется этот процесс? Ну, сейчас создаются в большей степени теоретические модели, и эти модели проходят отладку на реальных данных для того, чтобы оценить их адекватность. Говорить о завершенности, о создании некоторого готового программного продукта еще очень рано. Ну хорошо, то есть мы не можем сказать, что к 2025 году нас уже завоюет SkyNet. А насколько технологические предприятия в России готовы внедрять роботизированное производство, внедрять компьютерные программы для автоматизации процессов? Наши промышленные предприятия сейчас, по всей видимости, не готовы. Мы говорим сейчас лишь о количестве не более тысячи. И связано это с тем, что любая роботизированная технология предполагает использование сложного и дорогого оборудования. А если говорить, например, о предприятиях, которые ранее занимались выпуском массовой продукции, и там стояло очень большое количество роботов, но сейчас эти роботы уже устарели, сейчас их модернизация не приведет к эффекту, который... То есть их нужно менять уже, да, по сути? Их нужно, да, их нужно выкинуть и поменять, потому что сейчас роботы, первые, обладают большим количеством степеней подвижности, они могут выполнять более сложные операции, они обладают той системой управления, которая требует знаний основ программирования, поэтому однозначно то, что есть, модернизировать нельзя. Нужно брать и делать новое. Спасибо большое, Лена Сергеевна, что нашли время и ответили на наши вопросы. А я напомню, у нас в гостях был доцент факультета информационных технологий и компьютерных систем Омского государственного технического университета Елена Гебель. Мы говорили о будущей роботизации и связанной с ней очередной технической революцией в жизни человечества. Продолжение следует...